Участились обращения о том, чтобы необходимо призвать людей выходить на митинг. Вот в частности вот такой вопрос. Ваше мнение насчет объявленного митинга 6 июня Жамблата Мамая? И похожий вопрос это когда выходим на митинг? Ну во-первых, уважаемые друзья, мы уже ранее озвучивали, что как только будет режим карантина завершен, мы в течение 7 дней объявим о проведении митинга. Мы же не можем просто себе сказать, что мы хотим на митинг. Мы должны знать, какие требования мы должны выдвинуть на этот митинг. То есть наши лозунги, наши требования. Это безусловно требует исследования. Почему мы взяли перерыв такой, что после того, как будет завершен карантин, в течение 7 дней мы объявим о дате нового митинга. Потому что мы хотим собрать мнение людей. Мы хотим в конце концов провести не просто митинг, где будут там несколько сот человек. Мы хотим вывести людей большое количество. Для этого нам нужно собрать желания людей, их пожелания. Что мы должны выдвинуть в качестве требований на этот митинг. Затем мы эти пожелания и требования должны тиражировать, сделать рекламу, выпустить видеоролики. То есть это большая работа. А прилить места проведения митинга, вы же понимаете? То есть это же не просто тусовка. На этом митинге люди выражают свою позицию. Когда люди выходят на митинг, они как бы рискуют. Потому что практика показывает, что режим оказывает давление. Активистов задерживают. Кого-то даже штрафуют. Поэтому это ответственность. И люди если идут такой на ответственный шаг, выходят на митинг, они должны знать. Зачем и ради чего они идут. Какие требования они выдвигают. Что их волнует. Эти требования должны звучать громко. Притом не просто 100 человек должны эти требования озвучить. Нужно чтобы вышли тысячи. Тогда эти требования власть будет вынуждена исполнять. Когда десятки тысяч выйдут, власть никуда не денется. Поэтому это требует серьезной подготовки. Если кто-то думает, что раз сегодня объявил, через полчаса выбежали, такого не бывает. Люди заранее, даже на дни рождения, как минимум за неделю, готовятся, ходят, подарки покупают, договариваются о месте, встречи и так далее. А это митинг. Это не просто даже день рождения. Поэтому, конечно же, мы митинг будем объявлять, когда соберем мнение людей и будем ориентироваться, что карантин завершится. Далее. Что касается митинга, который объявил Мамай. Уважаемые друзья, я свое мнение по этому человеку говорил, что это просто прокладка власти. Вот представьте себе, что он заявляет о том, что организует партию ДПК. Его звучит с его уст критика. Более того, он яростно критикует. Ну, риторика, скажем, близкая с нашей, с ДВК. Даже повторяющий, как мне говорят сейчас многие, я это вижу по поводу амнистии кредитов. Это наша программа ДВК. И он ее озвучивает, выталкивает вперед. То есть, это переводчик на казахский язык программы ДВК. Хотя у нас они тоже на казахском языке есть. Ну, во всяком случае, публично это он озвучивает. Так вот, этот переводчик выходит и объявляет безнаказанно. Его никто не задерживает. У нас активисты, просто активисты, гражданские активисты, даже не заявляют о своем намерении пойти на митинг. А уже у подъезда дежурят полицейские. Их таскают на допросы, присылают уведомления. Прокуроры делают предостережения. Они даже еще не заявили о том, что собираются выйти на митинг. А в прошлом году, вы помните, несколько женщин, матерей с маленькими детьми. Их задержали, держали несколько месяцев в тюрьме. Дали им ограничение свободы до года. Подкинули им что? Им подкинули обычные небольшие флажки Казахстана. И дымовые шашки, которые открыто продаются в магазине. И типа обвинили, что они, оказывается, поддерживали экстремистскую организацию ДВК. И вот видите. То есть они даже не заявляли, публично не критиковали. И власть их преследовала, дала им срок ограничения свободы до года. Или вы посмотрите. Вот сейчас в Актюбе, да, что произошло. Известный был активист. И он не один, их несколько человек. Вот смотрите. Вспомните, это буквально несколько дней назад произошло. Серик Уразов. 69-летний мужчина. Он постоянно ходил на разные акции, протесты и митинги. Просто ходил. Он не выступал, не говорил, что он создает политическую партию. Он не заявлял и не призывал, что проводит митинги. А он подвергался постоянному давлению со стороны власти. И у него побаливало сердце. Они это знали и все время его преследовали, задерживали. Это не лидер партии. Также преследовали членов его семьи. Ну и если Мамая никто не преследует, то вы можете вывод сделать, это проект власти. По простым таким признакам. Очень простым. Если даже вдруг его завтра задержат, уже не верьте. Он уже сколько дней призывает на митинги. Это митинг власти будет. И будет именно в том формате, который нужно власти. Показать, что людей пришло мало. Чтобы у вас создалось впечатление, что основная часть народа довольна этим режимом. Что просто там 100 человек пришли, вот они только недовольны. Ну типа 100 человек бывает везде. Вот таких людей прокладок власти используют для того, чтобы создать имитацию. Как внутри страны свободы, так и за рубежом. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!